Ребята, всем привет! Мы на Алтае, вчера прилетели. Расскажу вам, как прошел наш день вчерашний. Это был просто кошмар, как тяжело. Хотя вчера мы уже успели съездить на экскурсию, подняться в горы, на смотровую. Что где тереть? Сначала нос третий, но удачи. Скажите, дай удачи, дай удачи. Дай удачи. Прости, да. Вот. Теперь грудь трем. Дай здоровье, дай здоровье. Грудь здоровье. Чуть не забрала здоровье баба. Она решила носом. Так, да, да, да. Дай здоровье. Так, живот. Дай ребенка, дай ребенка, дай мужа, дай мужа, да. Это не просит, надо говорить, дай сына, дай дочку. Ребенок это плохое слово. Если вы будете так называть, они тоже ушли и болеют. Ой, мой ребенок. Руки к деньгам. Дай денег, дай денег. О, да. А что ты мне не сказал? Я тебе говорил, руки три. Ну, теперь я подавай. А это, кстати, наш домик. И сейчас я вам покажу, как там внутри. Так, ребят, сейчас я вам покажу наш офигенный домик. Итак, мы заходим. Здесь у нас просто нереально красивый вид. Кухня. Есть холодильник, есть плита, чайник, микроволновка. Просто даже музыку можно включить, послушать. Вот такая красивая терраса. Вот такая гостиная, столовая. Тут уже лежат наши чемоданы, наши вещи. Также здесь у нас есть сауна. И здесь очень тепло. Сюда можно приехать всей семьей. Посмотрите, какой душ. О, здесь можно мыться вдвоем. Здесь у нас есть сауна, которую, скорее всего, мы сегодня будем принимать. Потому что, почему бы и нет. О, здесь обалдеть, как жарко. Супер. Просто нереально классно. Вы представляете? Наш целый дом в нашем распоряжении. Здесь туалет. Вот такой вот уютненький. И самое интересное, это второй этаж еще. Здесь вот такая вешалка. Есть зеркальце. И вот такая вот красивая лестница. Поднимаемся на второй этаж. Давайте сразу зайдем в эту комнату. Это у нас спальня номер один. Она достаточно такая уютненькая. Вот здесь такой вид. Посмотрите, насколько это красиво. И вообще, такой стиль крутой. Даже не верится, что мы здесь живем просто вдвоем. Спальня номер два. Здесь у нас тоже есть душ. Туалет. Есть фен. То есть, все как нужно. Раковина. Здесь такое окошко. Все очень красиво, чисто. Везде пахнет деревом. Просто благодать. Эти спальни уже побольше. И здесь, смотрите, какие окна. Представляю, сколько света здесь будет утром. И точно такая же вторая спальня. Тоже большая. Тоже с такими окнами. И посмотрите, тут даже есть телевизор. И офигеть, какой большой шкаф. В общем, я ставлю этому отелю просто лайк. О, и только что я заметила то, что здесь есть жалюзи. Так что можно не бояться света. Я думаю, что эта комната идеально нам подойдет. Я это снимала вчера. Вчера я влог, в принципе, не снимала. Но обзор квартиры, домика нашего сделала. В общем, здесь достаточно прохладно. Поэтому на мне очень много всего. Лосин. Короче, у меня колготки. Лосины. Длинные носки. Еще одни носки. Из верблюжьей какой-то там. Чего-то там всего. Вчера купили здесь. Вчера мы не спали сутки. И в своем телеграм-канале я рассказывала, как прошла моя ночь. Это было жесть. Мне очень жарко было в доме. Я просто сейчас ходила вся злая. Потому что такая жара просто невыносимая. Я открыла окна, какие возможные. Все равно было очень жарко. Пока я красилась, было темно. Потом я нарисовала себе брови. Потом они мне не понравились. Я их стирала. Ну, короче, если бы не мои брови, мы бы еще минут на 15 вышли раньше. Но в целом мы и так нормально вышли. Потому что изначально нас просили выйти, поехать на экскурсию в 11. Но мы как бы сейчас 9-10 где-то. Мы идем на завтрак. И в 10 мы уже будем готовы ехать на экскурсию. Сегодня у нас Лебединое озеро. И я безумно этому счастлива. Безумно рада. Очень долго думала, какой же лук я хочу надеть. Надеюсь, что мне не будет холодно. Сегодня еще накрутила волосы. Это тоже мне как-то тяжело давалось. Наверное, из-за жары. У меня с собой шапка. Если что, я не буду так ходить с этими ушками. Потому что они на самом деле не особо как-то сильно согревают. Но просто сейчас нам дойти до завтрака. Я думаю, можно и так. Мы заказали ужин на 8 часов. Вернулись домой где-то в 5. Или что-то в этом духе. Было еще светло на улице. Мы сняли как раз обзоры наших домиков. И потом планировали подремать, покемарить сколько-то часиков. Потому что, сами представляете, мы сутки не спали. А здесь еще разница 4 часа. И в итоге где-то сначала я пошла помылась в голову и все такое. Потому что я знала, что когда я проснусь, у меня уже не будет на это сил. Вот. Помылась. Легла. И через час начал внизу звонить телефон. Оказывается, это для того, чтобы мы заказали завтрак на сегодня, что мы хотим. И сейчас мы идем на завтрак. Я побежала вниз. Думала, что уже через 15 минут придет ужин. Перепутала. Разбудила Славу. В итоге сама дальше легла спать, а он уже не ложился. И потом, когда уже принесли ужин, Слава разбудила меня. А я еле как встала. Но была в ужасном состоянии. Потому что спала, не знаю, полтора часа за все сутки. И я только, наверное, провалилась в какой-то глубокий сон. В общем, я еле как чуть-чуть поела. И просто пошла наверх спать. Слава даже не понял, что я уже ушла спать. Он мне написал, оказывается, смски. То, что... Ты меня пять раз будил. Когда? Ты чего? Когда ты меня пять раз будил? Я говорю, встаешь, встаю. Первый раз. Потом второй раз поднимаюсь к тебе. Встаешь, встаю. Ну вот Слава не умеет будить. Третий раз тебе я звонил уже на телефон. Думаю, ну ты вообще, что ты? Ты взяла трубку, я говорю, что ты встаешь? Да, встаю. Я этого не помню. Ты представляешь, насколько я устала? Что я даже не помню, что ты меня будил. Что ты мне, оказывается, звонил. Я вообще этого не помню. Я помню, что я просто пошла наверх, легла спать. И все. Потом я жду тебя, жду тебя. Думаю, блин, ну когда же она придет? Я понимаю, что если она сейчас не придет, получается, что я могу уйти спать, а она будет бодрствовать. И, типа, короче... И так и произошло. Вообще-то. Где-то через пару часов, когда я лег спать, она такая, Слав, я не могу заснуть. Да. Класс, говорю, молодец. Я начала его будить и говорю, вставай, пожалуйста, давай пару часиков посидим. Но на самом деле я проснулась, я, наверное, минут 40 посидела и в итоге потом спать легла. Так что все норм. Вот мы и пришли. У меня рисовая каша. У Славы манная каша из детского меню. Так что посмотрим. В общем, в итоге я покушала сырники. В принципе, наелась. И еще заказали мы карпучино. Сейчас едим пьем. С очень красивым видом. Я могу сказать так, что я выспалась. У меня абсолютно нет желания спать. Я просыпалась заранее до будильников. А еще, кстати говоря, когда я проснулась в 2 часа ночи, я как раз проснулась в 2 часа ночи, я поняла, что я просто в очень нехорошей ситуации оказалась. Это хорошо, что я проснулась, потому что я так полагаю, что ты будильник не ставил, да? На утро? Нет. Вот. Я проснулась, я поняла, что это что-то свыше. Я должна была сейчас проснуться. Я поставила в будильнике. Во-первых, ты должна была проскнуться, потому что я спала весь вечер. Да. Это сколько я, получается, проспала? Если я в 8.30 где-то, да, легла примерно. Ну, грубо говоря, в 9, скажем, в 9. Ты сказала разбудить через полтора часа, а я через полтора часа тебя опять разбудил. Когда ты говоришь, что ты меня будил, для меня это не значит, что ты меня разбудил. Ты же понимаешь, что ты же не пришел в итоге к этому итогу. Ты же понимаешь, что когда я тебя будил, ты была в адекватном состоянии, с открытыми глазами и с речью. Понимаешь? Ты меня вот так вот, небось, как ту женщину в самолете потыркал и ушел. Ты помнишь? Я тебе говорю, ты встала, проснулась, открыла глаза и не отвечала. Я этого не помню. Значит, этого не было. Короче, суть не в этом. Просто Слава обычно будет лайтовенько. Типа так, как будто он и не хочет, чтобы человек проснулся. Мы когда летели в самолете сюда, я сидела у окна, потом Слава, потом, ну, женщина какая-то сидела. И уже где-то оставалось 40 минут. Я понимала, что сейчас мы уже начнем снижаться и надо сходить, ну, как бы, в туалет и все такое. Я говорю, Слава, типа, разбуди, ну, женщину. А в самолете спали все. Я не могла уснуть. Мы тоже не спали, да. Так просто закрытыми глазами сидели 4,5 часа вот так вот в разных позах дебильных, из-за которых потом у меня все просто болело. И я иногда, ну, сижу такая, потом такая смотрю, и я вижу, что кто-то спит вот так вот прям в этот самый стол, кто-то вот так вот. И эта женщина спала вот так вот на столике. Я Славе говорю, типа, разбуди ее, ну, чтобы она выпустила. Ну, не хотелось, конечно, тревожить человека. Ну, такой, мне-то надо сходить, извините. И он, короче, ее так будит. Вот просто представь, что моя рука, это ее, типа, тоже рука. Вот так вот делает. Я говорю, ты можешь вот так вот поделать, вот так чуть-чуть вот. А Слава такой, типа, тыкал в нее, знаешь, как будто проверил, жива она или нет. Я тоже подумал, что это выглядит именно так. Потому что надо ее как-то по-другому. За нами заехали. Мы уже сейчас выдвигаемся, поедем на Лебединое озеро. Привет! Маша, ее мама Марина. Привет! Славик! Что там сегодня зайдем? Вот сегодня нас протепление. Мы родим под дождем! Вот такая у нас зажуха. Булат, да? Так точно. Все. Сегодня у нас будет хороший день. Сегодня у нас настроение еще побольше взять. Сегодня будем кормить лебедей. Главное, их самих не захотеть скушать. Они такие аппетитные, такие хорошие. Грем взять надо. А там, по-моему, дают. Заехали в магазин, чтобы взять водички в дорогу. Нам ехать еще где-то часа-полтора, час. Вот так вот здесь все выглядит. Кстати, вообще-то не холодно сегодня. Вот такой вот у меня лук. Я вам, кстати, его дома показывала с вот этой рубашкой. Так что вот, надеюсь, не сядет камера, потому что оказалось, что второй аккумулятор у меня разрядился, на который я сегодня начала снимать. Мы все еще едем, и я вижу просто нереальную красоту перед глазами. Посмотрите, какая у нас дорога. Все в снегу. У нас отличное настроение, отличная компания. Болтаем, слушаем классную расслабляющую музыку. Красиво смотрится. Хорошо. Так, Юль, завяжи пояс, пояс завяжи, чтобы талия была. Да. У тебя нормально было, нормально. Оставляй. Все отлично. Спины прямее. Ты в кадре, Маш. Я и погода. Наверное, в этот торт лучше не идти. Погода вообще. Смотрите, так, смотрим. Лебеди в Турихо всегда хорошо ели наши батоны. Мы просто не видели, что с ними потом происходит. Все, мы приехали. На лебединое отель. Вы слышите, как лебеди орут? Да, мы слышим. Я думала, это сигнал. Дорога у нас была прелестная. Просто чудесная. Все, мы поняли, да, что хлеба... Они им это, у них сразу потом глаз... Это, да. Спасибо. О, давай снимем наши ботинки. Нет, это красиво. Они одинаковые. Блогерки. Девушка, давайте знакомиться в ресторан. Я вас тут вижу. О, там машина едет. А что мы не едем? Кстати, сегодня не холодно. Минус 2 градуса. Очень тепло идется. Так светло, что, знаете, вот ощущение, что я даже не знаю. С глазами так странно. Как будто я в раю. Все слепит. Как будто бы солнце. Кошмар! Как красиво! Ух ты! Ребят, мы добрались. Посмотрите, как круто! Я в шоке. Я в шоке. Это так красиво! Какие они красивые! Обалдеть! Просто! Сейчас буду кормить голубей. Лебедей. А дай мне, пожалуйста, как у меня было. Я им много дам. Кошите! О, видишь, как они летели? Да. Снимаю. Маленькие мои. Такие они милые. Вот его обнять за шею. А он тебя потом цап-цап. Снимай. Как тот. Видела? Да. Просто здесь ребята кусались. Смотри, смотри куда. А, не улетели, да. Снимай зарубку. Зарубка, зарубка. Зарубка. Гойчики мои. Идите сюда. Клево. Вообще. Мы приехали в отель. Мы в итоге здесь пообедали. А сейчас мы смотрим, как девчонки запускают дрон. Я восхищаюсь Маше, ее мамой Марине, потому что они просто... Это вот настолько творческие люди. Вы бы знали, как они заморачиваются для всяких фотографий, кадров. Ух ты! Такое качество хорошее. Офигенное качество вообще. Вчера очень устали. Не стала вам снимать там ужин, еще что-то. Как мы спать ложимся. Мы сейчас едем смотреть на зубров. Я их никогда в жизни не видела. Очень волнуюсь. Интересно, насколько близко мы сможем к ним подойти. К свиданию. Знаешь, я его пока что никогда не видела. Очень волнуюсь. Какой он. Какое впечатление на него произвели. Он идет, подходит сзади. Смотрите, вот такие. Может, коня может хватить. У меня вообще есть страх, чтобы они меня своим копытцем не ударили. Они смотрят, они недоумевают. Что происходит? Почему они на нас тут смотрят такие? Какие миленькие. Стоят, смотрят на нас, а мы на них. Гляньте, коняшки. Мы идем взором в гору. Тяжело. Вон они. Я их вижу. Дышать тяжело. Бросьте меня здесь. Здравствуй. Привет. Ты малыш такой? У тебя мои маленькие. Такие они миленькие. Такие у них крошки. Сни зубки, скорее, скорее. Зубастый. Ой, Дидж. Ты хороший. Такой носик у него сочинал. На тебе еще. На тебе еще. Какой классный. А давай меня сфотографируй? Собой нет. Собой нет. Давай. Пушистый. Так что у нас здесь вот такая вот экскурсия. Смотрим на зубров этих прикольных. Малышей. Скрипышей. На среде хорошее. Вон он что-то кушает там. Сено. Мы их покормили морковками. Что тут прям завис? Надоелись, кажется. Все, короче, мы нафоткались зубрами. Наснимались. Жалко, конечно, что они за забором. Но, с другой стороны, это же безопасность. Сегодня мы едем в глубинку. Я вам уже рассказывала. Сейчас у меня вообще нет связи на телефоне. Я не могу даже ничего выставить, понятное дело. Ну, природа. Ничего не поделось. Слава богу, что не надо больше подниматься. Потому что, когда мы сюда поднимались, там лестница. Вообще, в гору было очень тяжело. Так, ребят, мы заехали на обед. На обед. Мы уже покушали. У нас тут есть настоечка со всякими интересными алкогольными напитками. Мы уже выпили за счастье наше. Ну, и за вашу. За счастье конкретно. Просто за наших подписчиков хотим выпить. Здравствуйте. За девушки. За вас. За вас. Вы наши хорошие. За то, что смотрите, лайкаете. За то, что благодаря вам у нас есть возможность вот так вот приехать. Куда-то отдохнуть. Так что, будьте здоровы. До свидания. До свидания. Мы приехали на смотровую. Сейчас будем смотреть. Только что фоткались на этой дороге. Девчонки там фоткаются. Мы уже пощелкались. Куда мы там едем? Что у нас там? Дальше едем на смотровую и реки Катуль. Угу. Всем доброе утро, ребята. Сегодня следующий день. Я очень плохо снимаю влог, потому что я еще стараюсь снимать очень много на телефон и все такое. В общем, не знаю. Надеюсь, какие-то кадры просто стерео слала. Здесь чего у нас кровать, вот. Кровать есть. Наши вещи. Такой вот жидкокристаллический экран. И санузел. Ну, достаточно все скромненько. Но учитывая, что мы в селе, это самое лучшее место на районе. Потому что мы находимся в селе Акташ. Мы в глуши. Сегодня мы спали вот в таком домике. Тут типа, знаете, как будто бы чья-то дача. Много спален. В каждой спальне свой туалет, душ и раковина. И они типа как отдельные номера. Ну, интересно. Ну, это как бы самый лучший отель, который здесь есть. Да не, на самом деле норм. Единственное, что у нас дырка в стене между туалетом и спальней. И можно слышать все, что там происходит. У нас со славой своя техника. Обычно мы включаем воду. Но теперь нам воды недостаточно. Нужно надевать наушники. Короче, ладно, эти грязные подробности. Надеюсь, сегодня я буду получше снимать влог. Просто как-то все так сумбурно. Представляете, какие-то переезды, мороз. Ну, вы сами представляете. Сейчас у нас должен быть завтрак. Жесть. Сейчас 9.30 где-то. А по московскому минус 4. То есть еще раньше там вообще утро. Ночь. Я оторвала нам с балконом номер. М-52, кафе, открыто работаем. Да, вот такое интересное место у нас тут. Такой придорожный отель, тут заправка. Мугазин, кстати. Так что сейчас посмотрим, что там в кафешке. Все, мы позавтракали. Я съела одно яйцо. С солью. На такой тачке сейчас погоним. Не знаю, куда мы сейчас поедем, но чувствую, будет весело. Мы приехали на место к озеру. Но я сомневаюсь, что вы что-то слышите, потому что здесь лютый ветер. На самом деле был такой исследователь. В обрядах многих народов существует такой обряд инициации, то есть когда мальчик становится мужчиной. При этом как бы делается то, что мальчик должен умереть, уйти в 39-е царство, но возродиться мужчиной, вернуться мужчиной. Поэтому мы сейчас идем туда, мы сейчас увидим этих сказочных персонажей, сказочный лес. Пойдем. Классно. Все, на что я надеюсь, что там будет безветренно. Потому что сейчас был такой лютый ветер. А куда-то все ушли. Сейчас еще заблужусь, а тут связи нет. Я вижу чуть-чуть ноги. Лютая дичь. Я думаю, что надо идти по этой тропинке, потому что других я здесь не вижу. Вон, я вижу какую-то избу. Там должно быть красивое голубое озеро, куда мы и приехали. Очень холодно. О, боже. Сейчас офигеете. Что за ужас? Офигеть. Смотрите. Какая бабка. Кошмар. Горынич. Как интересно. Придумают же, да? Ну, прям такое туристическое местечко. А вот, видимо, то место, куда мы и шли. Ну, симпатично, конечно. Выглядит голубым. Еще фильтров накидать. Все, я вас нашла. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так я наряжена. Я даже не знаю, как фоткаться. Но, наверное, в одежде придется фоткаться. Потому что раздеваться, это вообще жесть. Руки леденеют просто за секунду. Красиво, но холодно. Что делать, блин? Короче, у нас такая поездочка интересная получается. Вчера мы ехали очень большой путь на машине. Останавливались на дороге, фоткались. Потому что безумно было красиво. Да вообще, в принципе, тут везде красота. Понятное дело, местные жители уже привыкли. Короче, мы должны были ехать куда-то туда. Но дорогу замело, поэтому мы сейчас с пешочком чуть прогуляемся. Прогуляемся, да. Так, ребят, нас привезли на обед. У нас сейчас будет традиционная кухня. Проходите, проходите, проходите. Проходим, проходим. Здравствуйте. Вайми. Привет, ребят. Новый день. Новые локации. Мы приехали в такое местечко. На смотровую. Всё, мы спускаемся. Тут очень скользко. Но если сразу побежать, то норм. Держу. Держу. Отпусти и лучше. Вообще тут не холодно. Вообще не холодно. Что так нас готовили? Я думала, что мы на ту гору, на другую идём. Оказалось, норм. Да, вот это я люблю. Такие виды. Где мы, зай? На Алтае. Ну, это понятно, а конкретно? Это перевал... Я не помню, как он называется. А? Дятлова? Нет, это не перевал Дятлова. Сейчас, погодь, я тебе скажу. Да забей, не морозь. Нет, нет, я сейчас тебе скажу. Короче, у нас такое путешествие сегодня чисто по горам. Это перевал Кату-Ярык. Ладно, снимай меня. Это перевал Кату-Ярык. Ладно, Кату-Ярык. Ну, скажи! Это перевал Кату-Ярык. Молодец. Сегодня мы путешествуем по горным местностям надеть перчатку. Это мой оператор с красным носом. Не знаю, надеюсь, что вы меня слышите и ветер не мешает. Где мой шерф? А, вот. Ну, фоткаться мне здесь уже неохота, потому что я уже сфоткалась с подобным красивым видом. Горы, это, конечно, замечательно, но последние три дня я вижу горы. И хочется уже чего-то, если честно, иного, потому что вся моя лента уже превратилась в горную ленту. Вот такие интересности я могу вам рассказать. Только что Славу снимала рассказы про шаманов, про обряды. Это на моем влоге, да? Да. Так что вот такой вот у нас вид. Красивый. И мы здесь стоим. Прямо можно сделать шаг и полететь туда. Ребята, новый день. Я не уверена, что я выгляжу хорошо. У меня грязная голова. Сразу начинается с хорошего. Мы только... Ой, не знала, что здесь уже все. Только что мы заселились в новый отель, в наш третий отель. Короче, вот наша входная дверь. Мы заходим. Здесь можно повесить вещички. У нас есть печка, потому что, да, как бы у нас купол. Это нереально красиво. Ну, просто восторг. Очень нравится вот эта покрывальца. Все так атмосферно здесь. Красивенько. Посмотрите, какой стилек. Очень нравится. У нас есть обогреватели. И также нам придется топить печку самим. Ну, как бы можно вызвать мастера, который нам подскажет, поможет. Поэтому, не знаю, если не разберемся, вдруг позовем. Вот эти штуки развязываются, закрываются. И как бы никто тебя не видит. А так вид просто на горы. Это нереально красиво. Я, на самом деле, всегда мечтала просто вот лежать в кровати и смотреть на вот такой вид. Вот просто представьте. Вот я лежу. Ну, не кайф. Ну, кайф. А здесь у нас душ и туалет тоже очень красивый. Я даже не ожидала, что настолько клево тут все это будет. Туалет. Все так цивильно, так классно. Здесь какая-то штучка. Можно расстегнуть. А что там? Здесь ничего плохого не произойдет. А, нифига. Это чтобы не замораживаться. Очень интересно. Ладно, не так уж и плохо я выгляжу для человека, который очень мало спал. Мы сегодня очень рано встали, выехали, чтобы скорее приехать в этот отель, пока светло. Вот так здесь все красивенько, чистенько. Вот такой здесь душ. Отель называется Вдох. Так что будем сейчас отдыхать. Сейчас мы пойдем обедать, потому что время 3 часа у нас. А в Москве сейчас вообще, сейчас 11 где-то. 11, да, вот так вот. Такие светильники тут. Красиво. Очень-очень нравится. Очень классные фотки здесь можно сделать. У нас тут с собой куча продуктов. Куча чемоданов. Все, сегодня у нас отдых. Мы сегодня специально пораньше встали. Мы ездили, смотрели на оленей. А здесь олени сидят, тусуются. Привет. Привет, ты мой хороший. Блин, какой красивый. Офигеть. Ой, ты красивый, какой ты милый. Тебе все интересно. Это Ирбис? Вот ваша любимая. Какой ты хороший. Держи. Какие у них носики сладкие. Ой, ты мой. Я его сейчас поцелую. Он такой миленький. Привет. Ты настоящий олененок. Не прости, моя хлопалка. Пофоткались с оленями, с хаски. Я попрошу у Славы видеоматериал, потому что мой фотоаппарат был глубоко в рюкзаке, где-то в чемоданах. Это жесть. Я завела телеграм-канал, но я вам уже об этом рассказывала. И там я на протяжении всей поездки в Москве еще когда была, начала всякие истории рассказывать, всякие фотки кидать. Ну, короче, просто общаться. И пока я здесь была, мы здесь были, Слава настроил мне такую штуку, что люди могут комментировать. У нас мало времени, потом расскажу. Вот так вот выглядят домики, в которых мы живем. Купольные. Это очень необычно. Посмотрите, какой у нас красивый вид. Просто вау. Так что сегодня приедем пораньше, будем фоткаться. Сейчас 9 утра у нас, поэтому так пасмурно. Короче, эта история, которую я вам расскажу, это просто угар. Это просто жесть вообще. В общем, в этой поездке, я уже, правда, это рассказала в телеграме, но я постараюсь очень коротко, и кому интересно, послушайте еще в телеграме. В этой поездке, помимо нас, есть еще другие люди. Они не блогеры, просто приехали в тур сами, как бы по себе. И в аэропорту мы вычислили одну крысу. Ну ладно, она, как бы сказать, не хочу говорить, называть ее крысей, но я в своем телеграме назвала ее крысой, потому что она очень много вопросов задавала. Типа, где мы живем, чуть ли не сколько мы зарабатываем. Ну, в общем, всякие тонкости узнавала, нюансы, которые просто, ну, некрасиво и некультурно спрашивать. И потом оказалось, что она пишет какие-то статьи, ну, типа, работает в этом направлении. И мы начали держать с того, что она типа крыса. И, короче, эта Чавиха задавала нам кучу разных вопросов. Ух ты, смотри, как наша печь топится. Дым идет из нашего домика. Видишь, это девочка. У нас не идет ничего. Это клево. Это не наш. У Маши она вообще спрашивала, сколько квадратов у нее там квартира. Ну, типа, всякие такие, знаете, ну, обычно люди, когда первый раз видятся, такие вопросы прям не задают. Ну, ладно, любопытство мы думаем. Потом, короче, начала тоже всякие вопросы задавать. Типа, покажите свои инстаграмы. Мы показали. Она такая смотрит на мои фотки. Такая говорит, ты что, типа, модель? Я говорю, нет, просто, ну, как бы, фотки. Я не модель. Вот. Потом что-то она начинает говорить то, что вот, меня что-то в этом чате нашим туристическом организаторе записали, типа, как блогера. Она говорит. И она так это говорит с таким вот, знаете, как будто бы блогером быть так плохо. И она говорит, типа, записали меня в блогера. Такая, типа, вот такая вот, типа. И я начинаю ржать и говорю, типа, блогером быть так отстойно. Ну, короче, а потом... И мы, как бы, просто угорали над тем, что она, ну, такой человечек в этой компании будет, который будет реально следить за нами, за каждым нашим шагом, что-то проверять. Потом была ситуация, когда мы только приехали на завтрак, я сижу в телефоне, я выходила на улицу пофоткать, что там окружает нас и так далее. Я сижу в телефоне, смотрю это, и она рядом сидит. И мне просто в телефон такая смотрит, говорит, типа, ну, что, уже пофоткала? Я говорю, нет, видео снимала. Ну, и фоткала. Что-то такое. Ну, просто это настолько некультурно, некрасиво. Мне это настолько не понравилось. Она как-то вот прям, знаете... Ну, вот есть такие люди, с которыми некомфортно, которые вот прям залезают к тебе в душ. Она прям вот такой человек. Ну, и, короче, я ее записала в крысы. В своем телеграм-канале. Я рассказывала в сторис, сказала, что, ну, мы ее так вот... Назвали. Причем, опять же таки, не в каком-то плохом смысле, а в том смысле, что она, типа, следит за нами, лезет во всякие наши там гаджеты и еще что-то. Эта история еще ладно, фигня. Тут есть одна чувиха. Это просто концовка этой истории, ребята. Это просто взрыв. Есть одна чувиха, которая... Давайте я вам лучше включу запись из телеграма. Еще одна другая чувиха. Они, в общем, я не знаю, как так вышло, но вот бывают люди, знаете, просто невоспитанные. Просто вот, ну, не культурные. Короче, мы поднимаемся в гору, и одна чувиха такая, Славя начинает кричать, «Андрей, Андрей!» А он, как бы, понимает, что она, типа, обращается к нему, но специально не поворачивается, потому что, какого хера, он не Андрей. Ну, в общем, в итоге, я не помню, что там было, но что-то в духе, типа, я вообще-то Слава. Она такая, а, давай сфоткаемся, типа, спиной, потому что у Славы на рюкзаке там какой-то тигр нарисован, и у этой бабы тоже какой-то тигр нарисован. И, типа, ну, она попросила, чтобы он встал с ней спиной, чтобы сфоткаться. Ну, как бы, ок. Потом мы поднимаемся уже наверх, это было внизу перед подъемником, потом мы поднимаемся наверх, мы со Славой сидим, пьем чай в таком теплом местечке, и эта чувиха такая к Славе подходит, и такая говорит Славе, типа, «А Слав, ты меня потом пофоткаешь?» Это уже другая чувиха, ей тоже там, ну, не знаю, за 30 с чем-то, у нее ребенок даже есть. Типа, «Слав, ты меня пофоткаешь?» И Слава такой сидит, типа, просто в охере, типа, «Че, с какого перепуга я должен тебя пофоткать вообще?» Но он ничего как бы не говорит. А кто-то сзади говорит, что он не фотограф. Короче, я такая говорю, типа, «А почему он?» Ну, типа, я даже не постеснялась, думаю, «С какого перепуга он должен тебя фоткать?» Вот, она такая, «А, а что?» Мне надо было, наверное, у Маши спросить разрешение. Мы со Славой такие, типа, «Че?» Ну, то есть она мое имя еще перепутала. Слава такой, типа, «Маша». Она такая, «А, Юля?» Я говорю, «Нет, ну, просто он не фотограф». Ну, типа, ну, как бы она приехала, получается, с другими девочками, хотя я так понимаю, что они не подружки, и познакомились только в поездке, но она же прекрасно видит то, что у нас, как бы, своя тусовка блогерская. Мы блогеры, мы не обязаны, как бы, фотографировать, потому что у нас у самих, как бы, все горит, нам надо себя пофоткать, еще кучу контента снять. Ну, короче, просто настолько это странно. Просто, ладно, если бы она как-то нормально попросила, пока мы уже стояли на какой-то точке фоткать, если бы, типа, «Ой, ребят, сфоткайте меня быстренько, ну, типа, никого рядом нет». Окей, но это было очень странно. Ну, короче, я говорю, то, что вообще-то он не фотограф. Она такая, «Да, он не фотограф?» А, он певец. И такая, типа, потом какие-то дни она сидела и такая, «Ой, ну, наконец-то, Слав, я послушаю, как ты поешь». Ну, короче, мы с этого просто дик угораем. У нас такая поездка смешная выдалась. В какой-то момент она сложная, даже потому что у нас такие сложные дни тут бывают, что мы, ну, устаем, не спим, переезжаем много. Но, как бы, вот эти вот личности очень поднимают нам настроение, и мы постоянно едем в машине, рыжем, просто, типа, блин, такие они странные. И это, как бы, тоже не все еще истории, но, наверное, может быть, я их не буду пока рассказывать, не знаю. Ну, и, короче, вот, и чем, в принципе, закончилась вся эта история. Я в начале записи Телеграма сказала то, что, наверное, они это вообще не слушают, не смотрят, вряд ли вообще смотрят наши соцсети и так далее. Это была твоя ошибка. Это была моя ошибка. Но, как я повторюсь еще раз, мне абсолютно пофигу. После того, как я все это выставила в Телеграм, не сразу, мне приходят уведомления в наш общий чат, где все организаторы, все люди с этой поездки, мы блогеры, короче, все. Приходят туда сообщения от этой чувихи. Называет имя той девушки, которую мы назвали крысей. Мы с тобой теперь стали инфоповодом крысами и чавихами за 30. Мне 35. Вот такой смайлик. Блога Юли и еще Славу зачем-то отметила, хотя вообще то, что я говорила, это говорила я, а не Слава. Ну, не суть. Я напишу. Дорогая Юля, моя просьба сфотографировать меня была именно попыткой пообщаться нормально, как люди. Слава богу, эта попытка прервалась, не навчавшись. У нас точно разные дороги, но тут вопрос к организаторам тура. Да, ошиблась с именем, косяк, приношу свои извинения. На будущее постарайтесь иногда спускаться от своих подписчиков до общения с живыми людьми. Короче, как она говорит, то, что, типа, ошиблась с именем, косяк, приношу свои извинения, дело не в том, что она ошиблась с именем. Ошибиться с именем может каждый. Я иногда могу назвать тоже кого-то другим именем, потом сказать, ой, извини, типа, ошиблась. Суть в том, как она это сказала. То есть она говорила Славе, типа, а, мне надо было спросить разрешение у Маши в таком духе, что Слава это какой-то чувачок, и что он делает, все это только после разрешения, там, кого-то, типа, меня. Ну, короче, это просто выглядело некультурно, неуважительно и просто мерзко. И угар заключается в том, что я была уверена, что мы с ним не увидимся. Потом я Маше записываю, Маша начинает отрять и говорит то, что у нас сегодня съевит целый день, и еще мы летим обратно вместе. Девочки идут. И я такая, вообще, угар. И на секунду мне сначала стало грустно то, что я действительно так про людей сказала. Может, они как бы действительно просто... Это, знаете, такое бывает просто так, хуже воровства. Ну, короче. Сначала мне стало грустно на минутку, а потом после того, что она вот написала, вот так, я долго думала над ее вот этим сообщением, в том плане, типа, то, что я плохо поступила, наверное, а потом меня осенило, что это она просто конченая. Такая злая. Она реально? Да. И оказалось, что она тоже крыса. Вы представляете? Одно дело просто смотреть мои сторис, мои какие-то страницы, а она прям телеграмму читала. Ты рассказываешь про этих шпионов просто диких. Я говорю, что оказалось, что у нас две крысы. Да у нас вообще-то полный вагон. Нет, так варень. Да я хочу поездку прям запоминать. Ты не боишься, что они тебя это... И меня тоже заодно где-нибудь у нас моста скинут потом? Нет. Пусть только попробуем. Блин, да она просто, мне кажется, это, вы знаете... Пусть только попробует, а вчера... Слава, защити что-то не слепится, защити что-то не смело. Пусть только попробуй сейчас такая, безстрашная стала. Причем угар в том, что я вчера слой, говорю, да я ей морду всю расшибу, да я ей патл ее повыдираю, а потом такая, ну защити. Причем, самое интересное, она спокойно могла вообще никак на это не реагировать. Конечно. Просто я там имен никаких, ничего не называла. Меня зачем-то там приписала. Слава, зачем-то там... Причем она так хитрая, она с расчетом на то, что ты должен обидеться. Да, да, что я должен обидеться. Но я понял, что она просто конченая. Просто такая бабища. Она надеется, что ты, чем фотограф, она тебя унизила. Ну короче, да, да. Я тоже Славе это говорю, что она это так сказала, что типа, чтобы, ну как бы между нами какую-то ситуацию... Ты как фотограф Тарусо. Да, да, да. А она-то вообще... И она заметила, подписчики ваши, вот это вот это... Спускайтесь от них с небес к живым людям. Просто реально, если бы она на это никак не отреагировала, это было бы адекватно. Я бы вообще никак на это не отреагировала, если бы что-то такое про меня записали. Ну типа, а так получается... Я просто что думала? А так получается, что она пытается опозорить, как будто бы нас со Славой, еще что-то. И всю эту ситуацию выставить так, что она такая воспитанная, культурная. А я такая типа вообще конченая. Зажавшая. Да, что сижу и нажимаю их крысами. Надменная. Да, да, да. Счастливая. Она думала. Да, просто, грубо говоря, то есть она могла даже мне написать это в личные сообщения, например, типа, Юль, что за фигня? Но она написала это в общий час, чтобы все видели. Поэтому вот сначала я подумала, блин, наверное, зря я так, конечно, тоже говорю. Знаете, мне понравился наш водитель. Наш водитель вообще молодец. Он взял и просто разбавил обстановочку видосиком, как он едет домой. Это был он? Да. Это вообще... Мы приехали на парк. Интересно, встретимся мы здесь с нашими крысами. Ну все уже. Скажу честно, я маленько уже подустала. Очень много у нас было поездок. Еще я себе палец натерла каким-то образом. Я думаю, что это еще с Москвы. А тут так получилось, что я ношу очень много разных носков на ногах. Просто очень много пар носков. И из-за этого, возможно, мне тоже давит палец прям. И вчера я уже прям почувствовала, что мне как-то уже больновато становится. А когда снимаю обувь и не давит, становится хорошо. Причем я специально взяла ботинки на размер больше, чтобы, ну, можно было много носков надеть. Больше от молодежи надевать холодно. Маша вообще просто такая, как это даже назвать, смелая. Дикая, дерзкая, как пулерез. Постоянно так легко одевается, чтобы сделать крутые фотки. Вот в такие моменты реально думаешь, блин, это сложно. От мороженая она какая-то. От мороженая. Нет, просто, смотрите, я в пуховике, в теплых ботинках. Маша сняла у Нуики. У нас у всех одинаковые. Мы такие классные девчонки. Сняла, чтобы полегче надеть ботинки, но чтобы они под лук подходили. Да, такая у тебя была. Я сейчас еще буду снимать эту толстовку. Останусь в одной тоненькой кофточке. Так что, ребят, зайдите, посмотрите Маше на инстаграм тоже. И где вы увидите ее в зимних каких-то пейзажах, практически раздетой, легко одетой, то подумайте о том, насколько было холодно. И в такие моменты ты реально понимаешь, что это не просто фотка, типа... Хотя, знаешь, ты тоже смотришь на фотку и думаешь, вот, улыбает, ты счастливая. Повезло, что я ей потешила. Да, типа, так хорошо, такая счастливая на фоне гор. А на самом деле мороз просто лютый. Ни про мороз, ни про крыс. Да. Ни про что. Я такая говорю сладко, ну все, уже хватит. Я говорю, я не могу остановиться. Вы же знаете, как я люблю сплетни. А мы тут с девчонками вообще нормально запустили. Нормально съелись просто. Да. Короче, кто не в курсе, еще раз расскажу, что нас сюда привезли в Алтай. Они вообще здесь устраивают туры, все такое. Всякие приколюхи. Вот. Единственное, что могу сказать, очень классные экскурсии. Вот в этом плане все безумно понравилось. Но по поводу, понятное дело, условий проживания. Понятно, если вы приезжаете куда-то в глубинку, то, ну, как бы не рассчитывайте на то, что там будет какой-то люкс-отель. Вот, например, как второй отель у нас был. Как бы, ну, тепло, горячая вода есть. Ну, для меня это было самое главное. Но, как бы, да, тоже понимаете, если что. Вот, по поводу отелей, в которых мы жили, шишка и вот сейчас вдох. Эти отели мы сами себе организовали. Если вы захотите приехать в такую поездку, то вы тоже можете об этом позаботиться, просто чтобы вы знали. И всегда смотрите, какие отели там представлены. Но я, наверное, все-таки рекомендую, конечно же, сюда приехать, потому что нужно обязательно увидеть эту красоту. Ну, все проверяйте. Все моменты. А куда дальше? Ну да, нужно быть готовым, мне кажется, к придорожным капешкам, к тому, что вас будут кормить тем, что приготовит баба Глаша какая-нибудь. Ну да, мы с этого тоже ржем. Я как-то у водителя нашего спрашиваю, простите, а что на ужин будет? Он такой, ну что Глаша приготовит? Ну, я хочу сказать, что как бы еда вкусная, была нормальная, да, но просто тоже знаете, если что. Я на тебя так сейчас подозрительно посмотрела. Просто если что, знаете, ну что, подписывайся. Ну что, здесь есть супермаркет, ребята, его покупали, китикетки. Да, мы заходили в супермаркет. Мама, это не китикет, киткат. Да, мы заходили в супермаркет, тоже брали всякие перекусы, потому что у нас и дороги бывают дальние, и все такое. Ну и опять же-таки еще такой момент, например, я не всю еду ем, не всю еду люблю, поэтому я, конечно, предпочитаю, когда есть выбор, в ресторане, в кафе, неважно, потому что, как я и сказала, вы знаете, я принципиальная, у меня свои всякие вкусы, мне сложно угодить в плане еды, поэтому да, мы заходили тоже в супермаркет и брали там то, что мы сами себе хотим. Но как бы в целом, поездка все равно очень насыщенно, интересная, и не всегда же нужно кататься по каким-то лакшери отелям. Иногда можно и прочувствовать такую вот диковинку, как бы так, изюминку, да. Короче, самое главное в этой поездке это вида. Да, и олени еще очень понравились вчера, тоже было очень атмосферно, эмоции супер. Вот мы и приехали. А, дошли. Ух ты, это что за дымок там идет? Слушай, хорошо смотрится. Вот зараза, тут все хорошо смотрится. Да, ребят, очень красиво. Ну, я думаю, что летом, конечно, здесь абсолютно по-другому. Вот какие-нибудь снега, да. Вот так река идет. Если вода, то красиво. Ну да, наверное, прикольно было бы и летом здесь посмотреть, как все это выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok на самом деле у нас тут чистота и порядок. Завтра мы выезжаем, поэтому уже все как бы собрали, подготовили. Какого-то сильного хлама нет. Тут мы топили печь. Вот. И как бы грустно это не было, но я собираюсь сказать вам пока и до новых встреч. Очень много здесь можно классного контента поснимать, поприкалываться. Хотя первый отель у нас, Шишка, тоже был восхитительный, но он как бы в более привычном, стиле был для нас. Вот. А этот такой интересный, купольный. Так что да, ребят, я с вами прощаюсь. Я переживаю, что влог был такой не особо информативный. В общем, что получилось, наверное, в этой поездке мне хотелось немножко расслабиться в какой-то степени и больше поработать именно над Инстаграмом, потому что в Москве у меня прям очень сильно, мне кажется, страдает лента моя. Нужно мне над этим работать более усердно. Сегодня мы пойдем жарить шашлык и уже как бы такой вечерочек наш. А завтра утром мы уже летим домой в Москву. Я очень этому рада, даже не верится, что мы здесь были неделю. Вы представляете, неделю. Просто взрыв мозга. Так что большое спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Ссылки всякие оставила в описании. Посмотрите, там телеграм-канал свой прицепила. Это вообще ржака. Так что вот, всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока!